Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Ключевая ставка Центробанка в идеале должна быть снижена до 1%, сообщил в эфире Русской службы новостей президент Ассоциации российских банков Гарригин Тасунян. Правда, он отметил, что в наших условиях говорить об этом нереально. Снижение ставки на 2%, по мнению специалиста, недостаточно. Снижение должно происходить постоянно и равномерно. Только такие меры смогут постепенно разморозить кредитный рынок и после этого начнутся вливания средств в экономику. Центробанк разослал коммерческим банкам разъяснения о том, как они могут в одностороннем порядке повысить своим заемщикам процентные ставки по кредитам. Для этого необходимо два условия. Во-первых, чтобы заемщик свыше 30 дней не исполнял обязанность по страхованию, предусмотренную кредитным договором. А во-вторых, такая возможность повышения процентной ставки должна быть установлена кредитным договором. Речь в документе регулятора идет обо всех программах кредитования населения, которые предусматривают обязанность заемщиков по страхованию. Спасибо тебе, Центробанк. Ждем череду банкротств граждан твоими усилиями. Руководство Северной Кореи предпринимает меры для увеличения российского турпотока. К примеру, визу в Северную Корею получить будет гораздо проще. На данный момент в уже существующие туристические программы вносят дополнения, разрабатывают новые интересные маршруты, попутно для российских граждан упрощаются условия въезда в КНДР. По статистике, из 40 миллионов российских туристов, ежегодно выезжающих на отдых, большинство предпочитает азиатские государства. Но меня-то в Северную Корею точно не пустят. Я смотрел фильм-интервью. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии понедельника. Индекс ММВБ вырос до 1645 пунктов. Лидеры роста акций КамАЗа, Московской биржи, Лукойла, Новотека и Префы Башнефти. Среди лидеров падения бумаги Мечела, Эон Россия и Полиметалл. Повышение на российском рынке происходит на фоне дорожающей нефти. Фьючерс СНП снижается. На азиатских рынках единой динамики не наблюдается. Торги в США и Европе закрылись в зеленой зоне. Курс доллара на 3 февраля 69,66 рубля. Курс евро 78,79 рубля. Золото стоит 2854 рубля за грамм. Серебро стоит 37,90 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 56,60 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.